Эти два дня мы с Дмитрием Черковым работали над программным комплексом управления общественным реагированием при чрезвычайных ситуациях в файл-харбах. Для чего нужен этот комплекс? Этот комплекс нужен для управления дежурной частью Центра неотложных гуманитарных операций. Вчера мы с вами говорили о том, что существует огромное количество людей, которые теряют свое имущество и свой кров в результате самых обыкновенных небольших сравнительно пожаров. К сожалению, до этих людей никому дела нет, кроме нас, и поэтому мы решили здесь в Красном Кресте в городе Екатеринбурге создать Центр неотложных гуманитарных операций, который будет в круглосуточном режиме с контрольным временем доезда не более двух часов оказывать помощь пострадавшим, потерявшим людям, потерявшим имущество при пожаре. Кроме того, этот Центр будет служить базой подготовки волонтеров, которые готовы работать на масштабных чрезвычайных ситуациях. Человек, который смотрел в глаза реальному пострадавшему на пожаре, который знает, как это выглядит, как это пахнет и как это звучит, он не растеряется ни в Крымске, ни в Дербене, я так считаю. Итак, наша цель первая. Это автоматизация процессов управления в дежурной части. Нам очень хочется уйти от бумажек, потому что сегодня я уже в этих бумажках зарылся, я их уже начинаю потихонечку терять. Дальше. Это привлечение пожертвований на деятельность Центра неотложных гуманитарных операций за счет максимальной, предельной и абсолютной открытости всей деятельности. Финансовой, складской и служебной. И, наконец, третья задача. Это привлечение добровольцев за счет героизации этого труда. Люди должны видеть, кто помогает другим людям, должны хотеть последовать по их стопам. Структура, собственно, сайта, который будут видеть наши посетители, она достаточно проста. Это главная страница, на которой индицируется вся текущая деятельность. Это информация о проекте, декларация открытости, правила предоставления помощи пострадавшим, правила работы в проекте и так далее. Это достаточно большой и объемный блок отчетности, как финансовой, так и другой. И, наконец, вход для сотрудников и волонтеров. То есть каждый человек, который с нами работает вместе, он имеет собственный пароль, он имеет собственный кабинет на сайте, но мы с вами об этом поговорим чуть-чуть позже. Итак, примерно так должна выглядеть главная страница сайта. Что мы здесь видим? Красной каймой окружен блок горящей ситуации. То есть то, что происходит прямо сейчас. Пожар сейчас на доме, на улице Ленина, 31А. Вот, как видите, написано, бригада прибыла на место. Бригада прибыла на место, то есть мы знаем, где находится бригада, что она уже прибыла, что она не едет. Она уже на месте. И уже зафиксировали 19 пострадавших. Эта информация автоматически обновляется по мере поступления. Зафиксировали 20 пострадавших, вот 20 пострадавших. В дополнительной информации мы указываем, есть, например, жертвы до пожара, да, или их нет. Или пожар распространяется, или что-то еще. Особое окно для комментариев в этом будет. Нажав кнопочку подробнее, можно открыть карточку этой чрезвычайной ситуации и посмотреть все подробности, все, что мы знаем на данную секунду об этой ситуации. А дальше вы видите желтые блоки, желтые блоки. Это ситуации, по которым работа на месте закончена. Бригада оттуда вернулась на базу. Но, тем не менее, помощь не оказывала до конца. Например, мы снабдили людей продуктами, но мы не снабдили их, я не знаю, холодильником. У них холодильник дископортный. И он нужен, и мы знаем об этом. И в карточке происшествия есть информация о том, что тут нужно два холодильника, пожертвуйте люди добрые. Или что нужна куртка на двухметрового человека. Трудно найти куртку на двухметрового человека, да. Вот это вот желтые ситуации, это то, что острота снята, но помогать все равно надо. И, наконец, зеленая ситуация. Это ситуация, которая списана в архив. Все, закончили, отработали по ней, да. Вот видите, подтопление дома в шабрах, прорыв высокого давления. Тоже можно посмотреть подробный отчет. Что было, что сделали, какие перспективы. Справа вы видите форма для денежного пожертвования любыми способами. Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги и так далее. Чуть ниже благодарности тем, кто жертвует нам деньги или что-либо еще полезное. И твит-лента, так сказать, дежурные координаторы, так сказать, по мере поступления каких-то данных, они, грубо говоря, с собственного телефона пишут в твиттер, что вот горит там-то, обстановка тяжелая, пожарных все больше, а пожар распространяется и так далее. То есть, свои впечатления о происходящем прямо сейчас. Ну или какие-то приятные события, да. Вот это первая страница нашего сайта. Теперь мы переходим к, собственно, автоматизации процесса приема и обработки вызовов. Вот представим себе дежурного координатора, который дежурит у нас сутки. Он дежурит у нас сутки через двое. Он сидит себе в дежурной части, спокойно играет в карту. И вдруг раздается телефонный звонок, звонят из Центра управления кризисными ситуациями МЧС и говорят, горит дом на Ленина 41, две квартиры, ребята, приезжайте. Вашим критериям этот пожар соответствует. Ну, про критерии мы с вами вчера говорили, да. Все помнят, да, по каким критериям мы выезжаем на пожар. Если пожар происходит в жилье, раз, завод нас не интересует. Если пожар тушится по категории 1бис, по номеру 1бис, да, то есть запрошенные дополнительные силы из кредства. И если при этом пожаре проводится эвакуация. Вот эти три критерия заставляют Красный Крест сорваться и помчаться на пожар. На пожар. Потому что тут высокая вероятность потери крова, потери имущества людьми. Итак, поступает вызов из Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Сейчас дежурный координатор нажимает кнопочку прием вызова, вводит адрес, вводит крапка, что случилось, буквально в 2-3 слова, и нажимает кнопочку вызов принят. С этого момента на нашем сайте в Красной Каиме появляется описание этой ситуации. И написано, бригада выехала. Бригада выехала. Как только бригада доезжает до места, опять открывается ноутбук и нажимается кнопочка прибытия. С этого момента опять же на сайте появляется титр, бригада работает на месте. И следующая кнопка, которую нажмет либо дежурный координатор, либо помощник дежурного координатора, это кнопка регистрация пострадавшего. Открывается карточка пострадавшего. Так, наверное, перелистнем на следующую страницу, да, потом вернемся. Открывается, вот это пока что бумажный вариант этой анкеты. Бумажный вариант, она будет электронифицирована и будет заполняться уже непосредственно на нетбуке. Открывается карточка пострадавшего. Как только карточка открыта, сразу же на нашем сайте появляется дополнительная единица пострадавших. Да, то есть, грубо говоря, зарегистрирован один пострадавший. Открыли вторую, зарегистрировал второй. Ввели данные, сохранили. И эта карточка становится в полуобезличенном виде доступна на сайте. Что такое полуобезличенный вид? Это без фамилии. Ирина, 52 года. Проблемы такие это, потребности такие это. Ну, можно потом будет подробнее, если будет время остановиться на структуре анкеты. Она достаточно подробная. Ее можно не заполнять, все сразу, можно заполнить частично. Пока, потом дополнить. Итак, мы создали карточку пострадавшего. Люди сразу видят, что у нас пострадавших уже столько, сколько есть. Дальше, в этой же карточке мы расставляем галки, какие блага мы выдали пострадавшему. Много предметов в оперативном автомобиле у нас не будет. 10 от силы. Мы выдали продуктовый набор, мы выдали женский гигиенический набор или мужской с бритвой. Мы выдали одеяло, мы выдали что-то еще, что у нас есть. Вот, все унифицировано, все одинаковое. Не бывает в машине двух разных продуктовых наборов, они все одинаковые. Обязательно, чтобы не было у нас никаких конфликтов. Дальше. Выдали предметы гуманитарной помощи, они у нас сразу автоматически списались со склада и отразились в карточке, которую видят граждане, любые желающие. Дальше. Мы поставили, мы зарегистрировали всех пострадавших, чем могли их обеспечить, сделали для них, что мы могли. Поставили отметку. Окончание работы на месте. На сайте у нас появился титр «Бригада возвращается домой». И блочок стал желтым. Работа на месте завершена. «Бригада» приехала домой, нажали кнопочку. Ну, точно так же делает скорая помощь. Своей осуд. Точно так же. Нажали кнопочку, все. «Бригада дома». «Бригада свободна». «Бригада может ехать на следующий вызов». Это еще не конец. Это еще не конец. Блок на главной странице у нас еще не зеленый, он желтый. Он станет зеленым тогда, когда мы проанализируем через несколько дней эту ситуацию и скажем, ну, мы сделали все, что могли для этих пострадавших. Мы сделали все, мы обеспечили их тем, что на всем, что у нас есть, мы ставим отметку о завершении операции, мы фиксируем рапорт координатора о том, что сделано. Да, это делает уже не дежурный координатор, это делает уже старший координатор, который руководит дежурной частью конкретной местности. Все, закончили. Вот, как я уже говорил, при заполнении карточки пострадавшего все выданные блага автоматически списываются со склада. Вот здесь вы видите движение гуманитарной помощи. А мы с вами, по нашей системе, да, а мы с вами пойдем по этой системе снизу вверх. Почему? Потому что мы выдаем, мы выдаем влага из оперативного автомобиля. Мы же не выдаем его со склада, да? Вот, у нас отдельная карточка, это мобильный склад в автомобиле. 30 продуктовых наборов, 40 гигиенических пакетов наборов, да, 30 одеял, то есть мы все рассчитываем в нашем дежурном автомобиле на 30 человек. А почему 40 гигиенических пакетов наборов, знаете? Потому что мужчины и женщины, совершенно верно. То есть у нас может быть не совпадение гендерное, да, диспропорция. Поэтому гигиенических пакетов больше. Вот, одеяло и так далее, и так далее. Все, что мы можем положить в машину и дать на месте. Вот, то есть мы что-то списали с мобильного склада в автомобиле, это сразу отразилось на складских формах. Это сразу любой желающий может видеть. Дальше, склад хранения в унитарной помощи. Здесь лежит запас готовых продуктовых наборов, гигиенических наборов и так далее. И, наконец, приемно-сортировочный склад. Ведь помощь к нам поступает не в виде набора, не в виде набора, а в виде ящика. Ящик тушенки, ящик сгущенки, ящик зубной пасты, верно? Вот, и как показывает опыт не только Крымска, но и многих других коммунитарных операций, выдавать вот это все, собирать из ящиков на месте происшествия, это адский геморрог. Поэтому по субботам мы собираем девочек-волонтеров, школьниц, которые у нас вот так работают, очень мотивированные девчонки, да? Они это все собирают в пакеты по списку. И мы это кладем на склад хранения гуманитарной помощи, откуда по мере надобности выдаем в автомобиль. Всего три минуты. Три минуты. Следующий слайд. Так, вот это вот таблица складских операций, ну, как в любой торговой системе, да? Что пришло, что ушло, это по приемно-сортировочному складу. Следующая форма, это отчет о деньгах, тоже чисто бухгалтерская форма, что мы получили, что мы потратили и на что, да? Следующий слайд. Иерархия пользователей. У нас есть три вида пользователей. Наши сотрудники, которые входят под своими паролями и могут менять информацию, вводить и менять информацию на сайте, в зависимости от уровня. Дальше. Партнеры проекта, это работники соцзащиты. Они у нас 24 октября, попросили, что когда у нас будет эта система, они хотят иметь от нее пароль, чтобы получать исчерпывающую информацию о пострадавших. Им это действительно надо и это действительно будет полезно. Ну и, наконец, все желающие получают полуобезличенную информацию. Иерархия сотрудников. Главный администратор, царь и бог, может все. Менять информацию, вводить, управлять дежурными частями, создавать дежурные части, да? Дальше. Старший координатор, он может создавать события, создавать чрезвычайные ситуации, принимать вызовы. Дежурный координатор может только вводить карточки пострадавших и работать с карточками пострадавших. Ой, стоп, секунду. Старший координатор, он ведет график дежурств. Я забежал вперед. Ведет график дежурств, назначает дежурных координаторов. Дежурные координаторы создают чрезвычайную ситуацию, а помощники координатора создают помощников координаторов пострадавших. Ну, грубо говоря, создают пострадавших. Вот, помощников координаторов, может быть, хоть и сейчас, на одном событии, если большое событие. Так, вот график дежурств, автоматизированный. Дальше. Добавление волонтера. У каждого волонтера и у каждого сотрудника есть личный кабинет, где отмечаются в том числе и его достижения. Если он у нас получил почетную грамоту, об этом написано будет. Это общедоступные кабинеты, эта информация общедоступна, можно смотреть. Каждый волонтер может сам редактировать свой кабинет под своим паролем. Дальше. Перспективы расширения. По этой же системе мы готовы регистрировать пребывающих на масштабной и чрезвычайной ситуации волонтеров. То есть тот же самый образец, что и с пострадавшим. Приходит волонтер, у нас регистрируется, мы создаем ему карточку, по которой мы ему выдаем предметы снабжения. И мы за ним наблюдаем, его мама может наблюдать из Владивостока. Жив ли Саша? Все ли хорошо? Лопату получил 3 часа, значит жив. Регистрация волонтеров по образцу регистрации пострадавших. И наблюдение за ними для обеспечения их безопасности. Объединение дежурных частей в один портал. То есть если у нас будет несколько дежурных частей в Екатеринбурге, Владивостоке, Красноярсинске, где-то еще, мы их объединим в один портал и можно будет и наконец дежурные части резерва это подкрепление одна бригада на области. Вот и все, что я хотел вам сказать о нашем проекте. Спасибо. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok